всем привет приветствую вас на нашем мастер-классе сегодня он посвящен нашему новому продукту называется он фирм flexible гель здесь представлено 4 оттенка 4 цвета что это такое продукт представляет из себя твердый акригель то есть это скульптурный акригель материал достаточно жесткий но при этом он в таком исполнении в во флаконе с кистью то есть это такое идеальное сочетание жесткости прочности и при этом удобства в работе кисточка из флакона для очень многих мастеров этот вариант подойдет даже для тех кто не работает при помощи моделирования то есть эти материалы можно выполнять укрепление натуральных ногтей и наращивание также при при этом при всем использовать достаточно большую длину посмотрите какие красивые оттенки первый вариант это розы ли такой пудровый легкий розовый оттенок следующий вариант это бежевый оттенок там не далее у нас белый бланк и сэнди еще один цвет на первый взгляд цвета бежевый по тональности похоже но на самом деле если мы вот на белом фоне посмотрим цвета разные то есть у них разный подтон у одного есть такая легкая розовинка цвет сэнди он более холодный оттенок имеет то есть для разной кожи для разных клиентов он подойдет но при этом будет очень натурально смотреться имеет легкую легкую прозрачность на типсе видно что он такой не сильно плотно пигментированный некоторая полупрозрачность присутствует и вот на фоне цвета натурального ложа оттенки получаются действительно разными но при этом максимально натуральными очень красивыми сегодня я буду выполнять наращивание наращивание буду делать на форме при этом использовать непосредственно материал из флакона материалом сегодня буду работать розы ли фактически буду завершать этап маникюра я подготовила ручку посмотрите какой красивый оттенок вот на натуральных ногтях с удлинением свободного края есть присутствует некоторая легкая такая полупрозрачность очень он хорошо отрастает от кутикулы получается такой невесомая граница нечеткая такая расплывчатая то есть для клиентов которые любят походить подольше это тоже отличный вариант полупрозрачность присутствует но при этом свободный край не светит то есть линии гипонихии не просвечивается фактически мы сейчас с вами выполним наращивание на одном пальчике при помощи жидкого агрегеля во флаконе еще раз называется он фирм flexible гель это новый продукт у нашей линейки еще такого не было он отличается от системы софтов от нюдов от пинков от мелко он более жесткий что позволяет одним материалом выполнять и наращивание и укрепление на всей поверхности имеет очень классная такая крутая у него консистенция я уверена что многим мастерам она понравится в работе сложно описать описать словами что из себя представляет он такой жидкий но при этом достаточно тягучий на материал не течет естественно если в большом количестве его не выкладывать то есть в работе в работе очень-очень комфортный начинаем мы нашу процедуру со стандартной подготовки так как мы работаем с твердой нерастворимой системой агрегель у нас также не растворяется как твердая гелевая система и на этапе подготовки мы начинаем с того что обезжириваем ногтевую пластину при помощи евроклинсера поверхность обезжирили далее евроклинсеру немножечко подсохнуть и далее пользуемся системой скажем так трехфазная каким образом мы ногтевую пластину подготавливаем мы ее грунтуем и далее наносим базовое покрытие в качестве базового покрытия можно использовать как бы из гель из гель лаковой системы если у клиента например влажная ногтевая пластина можно использовать супер бонд из гелевой системы здесь вы уже ориентируетесь непосредственно на своих клиентов на качество ногтевой пластины на влажность рук то есть смотрите работайте по показаниям ногтевую пластину обезжирили для дополнительного обезжиривания мы используем nail prep nail prep and это дегидратант это препарат который позволяет остатки влаги масел из ногтевой пластины убрать если у клиента очень важная кожа можно пройти и по поверхности концовой фаланги для того чтобы качественно более качественно прилипла формы то есть случае с гидрозными очень влажными ручками и ногтями следующим этапом мы наносим ультрабонд ультрабонд грунтовочный препарат праймер он создает очень тонкий дисперсионный слой на поверхности ногтевой пластины то есть фактически являются грунтовочным препаратом и соответственно отвечает уже за дальнейшее прикрепление следующих материалов я сегодня буду пользоваться бы из гелем это базовое покрытие из гель лаковой системы очень хорошая адгезия этого продукта поэтому в данном случае я применяю бы из гель хотя в основном под гелевую систему больше люблю работать супер бондом базовое покрытие наносится тоненьким слоем на поверхность ногтевой пластины с отступом от кутикулы боковых поверхностей без выравнивания без укрепления просто тоненьким слоем наносим и отправляем на просушку просушка может быть промежуточно меня в данном случае лампа в течение 30 секунд подсушивает и далее я буду устанавливать форму форму беру одноразовую на клеевой основе через а давай еще 15 секунд чрезмерное удлинение я убираю так как длина у нас сегодня моделирование салона поэтому большое количество единиц мне для удобства постановки формы сегодня не понадобится формы накладываю то есть дополнительную передаю жесткость окошечко жесткости приклеиваю далее разрезаю линию перфорации по линии перфорации всегда формы разрезаю для того чтобы у меня боковые верхние части были одинаковые это мой руль это мой ориентир а в работе поэтому стараемся чтобы у нас все было максимально аккуратно смотрите форму я скручиваю то есть создаю ей дополнительно поперечный изгиб подставляю к ногтевой пластине и приподнимаю носик и вижу что у меня уголочки выпадают это означает то что окошечко форму мне необходимо углубить углубля окошечко формы для более корректной постановки делаю это визуально на глаз можно всегда дополнительно подрезать увеличить при необходимости я подрезала окошечко формы скрученном состоянии завожу так как у меня в роста ногтевые здесь на разном уровне завожу под уголочки приподнимаю вставляю середину верхние боковые части фиксирую с боку пальца и уже непосредственно после этого я начинаю склеивать нижние боковые части в стык стык без нахлёста для того чтобы сохранить изгиб поперечной арки форму я установила теперь можно выполнить ее зауживание намечаю себе носик формы и фактически от ногтевых ростов навстречу друг другу вниз выполняю такие небольшие заломы форму обязательно нужно будет развернуть и соотнести с фронтальной осью пальца то есть посмотреть не уходит для она в ту иную сторону потому что очень часто концевые фаланги у клиентов у нас стороны уходят поэтому я пальчик разворачиваю из кадра на несколько секунд выйду потому что поправляю форму форму я поправляю отклеиваю то есть одну боковую часть я отклеила если я вижу что носик форма мне нужно в эту сторону направить с этой стороны я отклеила боковую часть подтянула ее на себя зафиксировала прикрепила ее к сбоку пальца хорошенько зафиксировала еще раз поджала проверила проконтролировала постановку форму чтобы она у меня везде качественно устанавливалась прикреплялась не вызывало никаких скажем так моментов желание переделать форму мы установили и далее я беру фирм flexible гель в данном случае мы пользуемся цветом розы ли и прямо из флакона буду работать если есть необходимость допустим вы чувствуете что нужно кисточку что нужно доработать например там линеарной кисточкой подтянуть можете использовать и и можно работать прямо из флакона небольшое количество кисточку вытираю и небольшую капельку оставляю на носике каплю выгружаю прям сгружаю вот в центре и кисточка начинаю ее распределять я ее стыкую с ногтевой пластиной с торцом вот так в росту к ногтевому подхожу буквально форму вывожу на поверхности он такой как как будто на магните за кисточкой тянется очень очень удобная очень комфортная консистенцию материала классно им работать получаешь удовольствие потому как материал послушный и в общем то скажем так двигается в том направлении в которой которая ему задаешь по форме он не течет не стекает те границы которые мы определили он их сохраняет можно перевернуть центровать если допустим выложили много хотите чуть-чуть собрать сбоку сразу здесь же на форме мы можем немножечко скорректировать длину посмотреть достаточно нам или нет и отправить на просушку в качестве промежуточной полимеризации я сейчас тоже подсушиваю буквально в течение 15 секунд и сверху по поверхности тоненьким слоем пройду также кисточкой из флакона 15 секунд прошло я также очищаю кисть старайтесь когда кисточку во флакон опускаете чтобы не было таких движений заворачивающих ворс иначе набирается воздух и абсолютно в любой кисти это касается любых фактически продуктов потом образуются воздушные пузыри чтобы этого не было старайтесь кистью работать максимально аккуратно я взяла гель подталкивая его кутикуле до тех пор вот куда кисть не позволяет это у нас такой первый тоненький первый скажем слой буквально я протянула можно в центре взять небольшую капельку и вот здесь в продольный изгиб на первом этапе просто немножечко наполнить то есть мы видим что присутствует такая легкая легкая полупрозрачность имеется вогнутость да то есть это как раз таки туда куда стрессовая зона на закладывается толщина я взяла буквально небольшую капельку добавила если какие-то пузыри обнаружили лучше их убрать сразу на первом этапе отправляю ноготок на просушку сейчас уже рекомендую подсушить хотя бы в течение 60 секунд полное время полимеризации абсолютно вот у всех гели две минуты то есть это такой классический вариант течение двух минут мы подсушиваем он очень хорошо сохнет очень хорошо дело держит размер поперечной арки я когда буду финиш на просушивать обязательно на форме покажу как он наносится и какой он в изгибе как он арочку держит еще раз показываю красивые оттенки розовые два варианта бежевых нюдовых более теплый более холодный оттенок и красивый белый обращаю ваше внимание на то что белый цвет после полимеризации не уходит в желтый то есть он сохраняет очень красивый такой свой скажем так первозданный оттенок который он имеет во флаконе цвета красивые белый в этой коллекции посмотрите какой плотный он самый плотный по пигментации то есть если три компаньона имеют легкую легкую полупризрачность то белый имеет красивый плотный насыщенный цвет и может использоваться в качестве даже цветного покрытия то есть заменять его и быть основой уже под выполнением дизайна я подсушила первый слой тот что я выкладывала на форме можно работать кстати без опила особенно если вы работаете на натуральных ногтях очень гель просыхает просыхает достаточно быстро он очень чисто полноценно снимается с формы то есть никаких проблем со снятием не возникает и смотрите уже следующим этапом мы можем выполнять укрепление с наполнением толщины по боковым поверхностям то есть соблюдением всех архитектурных параметров опять я уложила с небольшим отступом от кутикулы куда кисть у меня позволяет подойти набрала небольшую каплю выгрузила ее в центре прям тянется он очень приятный в работе вообще максимально комфортным не материал этот полюбился полюбился скажем так сразу с первого с первого взгляда если вы не будете выполнять цветное покрытие кисточка можно этот материал можно взять и подвести прям поближе под кутикулу мне что нравится что он не затекает то есть принципе он позволяет конечно что кисточка корявая но в общем он позволяет достаточно близко к кутикуле подвести и сохранить ровную ровную границу я переворачиваю ноготок сцентровываю в общем то не могу сказать что есть необходимостью чего-то доделывать очень красиво так меня тут стекло когда большое количество материала идет у нас дается толщина тогда конечно может то есть мы этот момент контролируем переворачиваем сцентровываем и отправляем в лампу на просушку сушим работать комфортно выкладку делать тоже очень очень удобно можно доработать линеарной кисточкой давай до сушим можно доработать линеарной кисточкой так пока у нас материал полностью просыхает сейчас я покажу вам как это выглядит на нашем сайте так мы заходим и мешок заходим в мешок находим гелевая система и собственно говоря в разделе гелевой системы когда вы заходите первое что вы видите это новинки 4 наши новинки это фирм flexible гель он в объеме 15 миллилитров стоимость видно до 1650 рублей на тюбике мы видим указание что это гель но на самом деле во флаконе имеем жидкий жидкий акригель то здесь даже по запаху можно определить у него нет какого-то резкого либо ярко выраженного запаха но если вы возьмете в сравнении например акригель в тубе и акригель жидкий во флаконе вы по запаху поймете что составляющая одна и та же что действительно это не какой-то маркетинговый ход а это именно жидкий акригель флакон с кисточкой для максимального удобства работы мастера как мастера с большим опытом так и мастера новичка например девчонки кто только начинает работать и научился и умеет уже получил навык укрепления натуральных ногтей при помощи гель лаком совершенно не составит никакого труда при помощи фирм flexible гель это и жидкого акригеля во флаконе также выполнить также выполнить укрепление на натуральных ногтях мы выполнили с вами наращивание осталось только опилить я подправила по боковой линии там где у меня материал ушел в принципе он в этих же границах сохранился так что проблем никаких у нас это не вызвало поверхность я обезжириваю и он сразу как акригель видите такой матовый становится то есть когда мы обычную гелевую систему обезжириваем она свои глянцевые свойства сохраняет акригель он всегда становится матовым что собственно и произошло по опилу хотелось бы отметить что материал пилится легко но при опили мы чувствуем что он действительно жесткий прям по опилу качество опила сразу нам говорит о том что мы работаем жестким материалом я пилю пилочка стану 180 для искусственных ногтей она скажем так более мягкая в сравнении с серыми пилочками с той же самой зеброй мне нравится комфортно ей работать я начинаю опил с того что я выравниваю боковые параллели потому что при выкладке на форме конечно же боковые параллели мы выстраивали с запасом на пил для того чтобы нам было из чего открыть толщину торца опиливаю торец начинаю с того что я придаю форму смотрите сразу сравниваю с скажем так с другой с другим пальчиком для того чтобы у меня была гармоничная длина понимаю что длину можно немножечко подобрать делаю ноготок чуть-чуть короче и у меня открывается толщина торца толщина торца обратите внимание ногти не толстые и они в общем то не должны быть толстыми у нас хорошо наполнена стрессовая зона у нас есть изгиб продольный материалы жесткий и материал позволяет нам моделировать красивые аккуратные тонкие максимально натуральные ногти но при этом носибельные ногти которые будут носиться и не сломаются наваливать большое количество материала и очень долго пилить не рекомендую смысла в этом никакого нет дорабатываю дорабатываю с формой так разворачиваем ручку сейчас посмотрим в общей концепции всей ладони всех наводков материал ложится очень аккуратно очень чисто нет такого явного перехода от кутикулы поэтому вот здесь у нас никаких ступеней нет поэтому работать пилочкой с жестким абразивом зоне кутикулы особенно нецелесообразно лишний раз опиливать кутикулу до что-то цеплять поэтому в данном случае что я сделала я только опилила по торцу вот он у меня торец и при взгляде старив с торца я немножко почистила вот боковые специально пилю чтобы стараться чтобы видно было и выравниваю толщину торца толщина торца должна быть идентична по всему периметру свободного края одного ногтевого в роста к другому вот таким образом и далее при помощи шлифовщика тоже 100 на 180 единиц я уже выполняю шлифовку по поверхности такой вариант согласитесь достаточно быстрый то есть мы выложили достаточное количество материала для того чтобы сильно много и долго не пилить шлифовщиком подхожу опиливаю зоне кутикулы видите и пыль у него такая она потяжелее скажем так чем пыль гелевая потому что все таки это акригель и вот эти частички вот он этот опил он у нас не летит воздух конечно воздухе опил любой будет присутствовать но за счет того что это все-таки акригель на пыль осаживается на поверхности на нашей рабочей поверхности я вот сейчас даже без маски работаю то есть в принципе никакого дискомфорта не ощущаю поверхность мы зашлифовали сделали ее более более гладкой убрали ребристость после опила и наш наготов готов к тому чтобы покрывать его топом можно при помощи той же самой влажной салфетки если вы не будете пользоваться там кутикулу римовером просто с поверхности я не завожу эту влагу под кутикулу просто с поверхности убираю остатки и пила для того чтобы они не попали в покрытие финиш на вы в таком варианте работа сейчас один пальчик делаем да если мы делаем полноценный маникюр выполняем наращивание на полная клиенту до делаем процедуру вы можете после того как вы опилили нанести например кутикул римовер и уже доработать с маникюром то есть доработать кутикулу там да по заднему валику если есть такая необходимость поверхности обезжирила сейчас в большей степени для того чтобы убрать остатки и пила убираем остатки пила и наш на готов готов к тому чтобы покрыть его финиша в данном случае я использую топ гель т класс это финишное покрытие без остаточной липкости имеет красивый глянцевый блеск при этом снимать обезжиривать снимать дисперсию нам не нужно варианты такое моделирование в таком цветовом варианте вообще в принципе любой фирм flexible гель вы можете использовать в качестве покрытия как альтернатива цветного покрытия давай посушим и уже непосредственно на поверхности выполнять дизайн в нашей коллекции представлены четыре цвета четыре цвета 1 это роза ли там не бланк и сэнди вот они на выкраске вот такие оттенки пудровый легкий розовый более теплый беж чистый красивый белый цвет и более холодные сэнди более холодный бежевый оттенок видно на типсе что материал имеет легкую легкую полупрозрачную такую текстуру но при этом он не светит линию гиппанихия и очень красиво смотрится в качестве и удлинения свободного края да то есть непосредственного наращивания так и укрепления на натуральных ногтях я как обещала пока мне там финишное покрытие сохнет выложить на форму белый возьму цвет буду для этого бланк использовать потому что на белом особенно много всегда вопросов несмотря на очень такую хорошую очень качественную плотную пигментацию то есть присутствие большое насыщение белого пигмента в материале гель очень хорошо просыхают очень хорошая просушка он просыхает быстро то есть с белым цветом нет необходимости в дополнительной до полимеризации нет необходимости его дополнительно просушивать даже когда мы выкладываем его в достаточно большую толщину фирм flexible гель очень хорошо держит держит размер поперечной арки это жесткий акригель во флаконе с кистью то есть материалы жесткий но при этом он вот в таком исполнении скажем так не сильно высоко вязкости тут материал более более жиденький мы можем выполнять наращивание можем наращивать послушай просто можем выполнять наращивание даже большой длины естественно мы понимаем что так как гель во флаконе и он не сильно густой это не акригель который нужно там кистью выкладывать до либо палочка соответственно нам понадобится несколько этапов сделать это в несколько слоев это того стоит так как материал очень хорошо стоит очень хорошо держится мы большое количество времени тестировали его на моделях очень понравилось мне как он ведет себя на влажных ногтях он не дает от слоек со стороны кутикулы большая проблема при работе жидкий жестким материалом как правило заключается в том что жесткий материал он круто очень классно стоит зоне свободного края но за счет вот этой жесткости на влажных тонких и подвижных ногтях он дает отслойки со стороны кутикулы вот фирм flexible гель на мой взгляд это такой прорыв в нашей линейке такого продукта ранее не существовало то есть он действительно очень хорошо стоит и отслоек не дает просушили мы минуту до пол минутку подсушили видите он при нажатии на форму он хорошо снимается с формы смотрите даже после просушки в течение минуты белый хорошо просохнет никаких следов на форме и вот как форму я зажала так вот она арочка этой сохранилась материал пока еще горячий после остывания но при этом он уже достаточно твердый пока горячий и есть необходимость при моделировании вы можете всегда его поджать держать при помощи специальных инструментов если нужно арочку посильнее под закрутить и он вот это состояние он его будет держать даже вот при очень сильном надавливание то есть материал очень 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 такой жесткий то есть для того чтобы он меня зашевелился мне нужно скажем так достаточно большие усилия приложить вот такая арочка то есть материал у нас хорошо держит и для арочного моделирования в том числе он очень хорошо подойдет получились у нас вот такие ноготки посмотрите по оттенку посмотрите по цветам мы сегодня использовали с нами с вами цвет роза ли выполнили полноценное наращивание наращивание на одноразовых формах мы выполняли при помощи жидкого акригеля во флаконе мастерам рекомендую рекомендую попробовать получить удовольствие от работы с этим продуктом как профессионалам и тем кто активно регулярно моделирует так и тем кто только начинать свой путь в качестве мастера очень хорошо он подойдет даже для новичков которые работают пока только с гель-лаковой системы и выполняют укрепление натуральных ногтей при помощи гель-лаковых баз вам будет очень легко просто комфортно и доставит большое удовольствие при работе с данным материалом всем спасибо за эфир за наш мастер-класс желаю всем творческих успехов и конечно же в комментариях вы можете оставить свои вопросы все что вас интересует мы обязательно ответим всем спасибо пока пока пока